Привет всем неравнодушным! К свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple. Вы смотрите Hi-Tech News. Еженедельную информационно-развлекательную программу из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. Представлено второе поколение отечественного смартфона Yotafone 2. Компания Apple планирует снова поднять цены на свои устройства на территории России и многое другое. Ну а начинаем, как и всегда, с новостей из мира высоких технологий за прошедшую неделю. Поехали! Телефон с двух сторон. На минувшей неделе компания Yota Devices официально представила второе поколение пресловутого отечественного смартфона Yotafone 2. Устройство получило 2 гигабайта оперативной памяти, 4-ядерный процессор Snapdragon V700 вкупе с графическим ускорителем Adreno 330 и 5-дюймовый дисплей с Full HD разрешением 1920 на 1080 пикселей. Как и в прошлом году, главной фишкой Yotafone 2 стал дополнительный E-Ink дисплей, расположенный на задней крышке и выполненный по технологии электронных чернил. Однако главным его отличием от предшественника стала долгожданная поддержка сенсорного управления, а также наличие множества дополнительных функций. Выводить на него теперь можно по сути любую информацию, а благодаря измененному времени обновления можно спокойно смотреть видео или просто пользоваться системой. Правда, в черно-белом формате. Как дизайнерское решение, дисплей тоже смотрится вполне неплохо. Выводим какую-нибудь симпатичную картинку и вуаля. Говоря о стоимости, обойдется Yotafone 2 в ни много ни мало 33 тысячи рублей. А тем, кто обновляется с предыдущего поколения, положена скидка в размере 5 тысяч. В общем, как ни крути, а вышел Yotafone 2 действительно интересным и, что самое главное, качественным устройством, хоть и со своими недостатками. Пожалуй, главная его проблема, помимо высокой цены, это начинка. Девайс был впервые показан еще в январе на выставке CES 2014. И вот, выйдя он тогда, смотрелся бы бесспорно заметно лучше на фоне конкурентов. А сейчас это уже, увы, откровенный среднячок, который пользователю почему-то предлагают по цене топового флагмана. В общем, посмотрим, что будет дальше. Еще дороже, еще эксклюзивнее. В сети появилась информация о том, что компания Apple собирается еще раз поднять цены на свои iOS-устройства. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, компания Apple планирует снова повысить цены на свои устройства на территории России. Как написал в одном из своих твитов Эльдар Муртазин, цитата, «Хорошие новости. В Apple снова обсуждают повышение цен на свою технику в России. Даешь iPhone от 46 тысяч рублей». Конец цитаты. Аналитик отметил, что американская корпорация является абсолютным лидером по тому, как меняют цены для России. По его словам, никто среди производителей так сильно не задирает цены. Напомню, что совсем недавно, в конце ноября, компания Apple уже повысила цены на свои устройства в среднем на 25-30%. Таким образом, самые дешевые комплектации iPhone 6 и iPhone 6 Plus обойдутся в 40 и 46 тысяч рублей соответственно. Ну а что будет дальше, остается только гадать. Ну а о новостях на этом все, так что едем дальше. Современные мобильные гаджеты – это поистине супер многофункциональные устройства, которые благодаря своим широким возможностям способны частично, а порой полностью, заменить вполне привычные в хозяйстве вещи. Будь то, скажем, игровая консоль, телевизор или, например, обычная книга. Кстати говоря, именно на последнем пункте мне бы и хотелось остановиться более подробно. Уж не знаю, с чем конкретно это связано, но скачивание книг на мобильные iOS-девайсы сегодня остается большой проблемой для многих пользователей яблочных устройств. Хотя, казалось бы, ну куда уж проще. Вполне возможно, главным стоп-фактором в подобной ситуации является банальное отсутствие русскоязычного контента в официальном магазине iBook Store. Однако, поверьте, это не является проблемой в современных реалиях. И сейчас расскажу почему. Бесспорно, стоит признать, что iPhone, и уж тем более iPad, являются прекрасными устройствами для чтения. Легкие, тонкие и удобные гаджеты во всех смыслах практичнее и интереснее пресловутых книг. Однако, для полноценного раскрытия их потенциала необходимо в первую очередь найти наиболее удобное приложение для чтения, ну и, само собой, научиться пополнять контентом свою виртуальную библиотеку. Однако, обо всем по порядку. Начну с приложений. Бесспорно, лучшим решением сегодня, в силу отсутствия достойных конкурентов, по-прежнему остается фирменная читалка Apple iBooks. Приложение совмещает в себе все необходимое для удобного и комфортного чтения, будь то красивый, минималистичный интерфейс, а также множество дополнительных функций, включающих в свой состав возможности настройки темы и размера шрифта, цвета страницы, добавление заметок к тексту или закладок в произведении, а также удобной навигации между его главами или частями. Ну а теперь о том, как скачивать книги на свои iOS-устройства. Пускай нынешний iBook Store язык едва ли поворачивается назвать нормальным источником, но все же это далеко не единственная библиотека в современном интернете. Все, что от вас потребуется для скачивания книг, это лишь впить название интересующего произведения в поиск и совершенно бесплатно скачать его с любого доступного сайта в формате ePub. Например, на FlayBoost данный алгоритм выглядит примерно так. Находим книгу, выбираем нужный формат из списка доступных и после недолгого скачивания нажимаем «Открыть в iBooks». Все, книга добавлена в вашу библиотеку, можно спокойно приступать к чтению. Название одной из самых необычных и оригинальных игр этого года вполне заслуженно претендует Frames. Мобильная игра, которая благодаря креативной задумке авторов смогла не только полюбиться простым игрокам по всему миру, но и в том числе заслужить хвалебный отзыв поистине легендарного геймдизайнера Хидео Кодзимы. Как написал в своем твиттере создатель серии Metal Gear, данный проект – это без малого игра года. И хотя данное заявление вызвало немалый батхёрт в этих ваших интернетах, мол, дизайнера подкупили и все такое, но вот лично я с его высказыванием согласен полностью и сейчас расскажу почему. Начнём с того, что Frames – это не просто игра в привычном понимании этого слова, а скорее своеобразный интерактивный фильм, в котором всё происходящее напрямую зависит от действия игрока. Здесь вы режиссёр и сценарист в одном флаконе, поэтому то, как пойдёт дальнейшее повествование истории, зависит только от вас. Но всё же, если быть максимально точным, то назвать данный проект стоит скорее играбельным комиксом в жанре нуар, где каждая новая страница представляет собой нехитрый пазл, состоящий из отдельных передвигаемых блоков. Подобная концепция игры просто никоим образом не укладывается в рамки обыденности, делая геймплей невероятно захватывающим и интересным. Прохождение каждой сцены, каждого отдельного момента истории погружает в происходящее на экране и не отпускает до самого конца. С каждым разом игра будет подсовывать игроку всё более сложные и запутанные сцены, где интерактивный пазл будет нередко превращаться в увлекательную головоломку. В общем, говорить об этой игре можно ещё очень долго, но всё это бесспорно стоит попробовать самому. И цена в 169 рублей вовсе не должна стать преградой для покупки без малого одной из лучших мобильных игр. Для большинства современных людей электронная почта является бесспорно очень важным рабочим инструментом, который при всём при этом, по сути-то, не так уж и сильно эволюционировал в плане удобства использования ещё с момента своего появления. Обыкновенная лента с кучей непрочитанных писем, которые как снег на голову каждый день сваливаются в ящик, это то, с чем сегодня сталкивается, ну, едва ли не каждый пользователь. В общем, как ни крути, а на мой взгляд, уж пришло время что-то поменять. И одно классное приложение, о котором пойдёт речь в сегодняшнем обзоре, позволит с лёгкостью это сделать. Встречайте, Inbox от Google. По своей сути, данное приложение представляет собой мультиплатформенный почтовый клиент для смартфонов на iOS и Android, выполненный в виде своеобразного туду-планировщика. Правды ради стоит сказать, что Inbox стал не первым опытом реализации подобной идеи, однако именно компания Google смогла преподнести её пользователям в наиболее удобном и правильном ключе, к которому, как ни крути, но всё же придётся привыкнуть. Начнём с того, что лента в привычном понимании этого слова в приложении попросту отсутствует. Отныне это группы чётко рассортированных писем по отдельным временным промежуткам, начиная с последних пары дней и заканчивая прошлым месяцем. Список всех писем в каждой отдельной группе распределён по отдельным категориям, будь то промо-акции или социальные сети, что позволяет в более быстром формате ориентироваться между входящими и прочитанными сообщениями. Ну и, пожалуй, главная фишка клиента — поддержка различных жестов. Например, свайпом вправо помечаем сообщения как прочитанные, ведём по экрану влево и добавляем период отсрочки. Удобно? По мне — да. К слову, все входящие сообщения приложение распределяет по группам изначально в него добавленным, однако если вам вдруг нужна своя категория писем, то добавить её не составит никакого труда. В остальном функции приложения Inbox сходны с другими почтовыми клиентами, но вот что всё-таки хочется отметить отдельно — это дизайн. Приложение выполнено в стиле Material Design, который сегодня является визитной карточкой Android 5.0 и, как ни странно, прекрасно смотрится на устройствах конкурирующей платформы. Скачать данный почтовый клиент можно в магазинах Google Play и App Store совершенно бесплатно, однако для доступа к его функциям пока требуется специальное приглашение, найти которое можно на просторах интернета. Вопрос, с которым компания Google лицом к лицу столкнулась пару лет назад, заключался в следующем. Можно ли создать систему с красивым дизайном до того, как Apple сумеет развить направление своих интернет-сервисов? Это, безусловно, очень важно, ведь данные параметры определяют наше цифровое будущее. Ну и что ж, пришло время взглянуть на результат проделанной работы Android 5.0, господа. Пожалуй, одним из самых заметных нововведений Android Lollipop стало полное переосмысление дизайна. Появление единого стиля, совместившего элементы плоского интерфейса в совокупности с потубимского морфизма, отныне визитная карточка системы Android, причем, стоит признать, весьма красивая. Однако еще одной важной составляющей нового стиля Material Design стали анимации. Красивые, интуитивные и простые для понимания пользователя. Изменилось здесь без малого все, начиная с клавиатуры или дизайна иконок и заканчивая меню приложений. Теперь оно напоминает папку, в которой встроенными рядами на белой подложке расположились иконки приложений. Они, кстати, по-прежнему общего стиля не имеют. Квадратные, круглые, большие, маленькие, в общем, все как всегда. Само собой, нельзя не уделить внимания и новым органам управления системой. Любоваться теперь будем на простейшие треугольник, кружок и квадрат. Но не дизайном единым. Говоря о новых функциях, леденца стоит упомянуть и о появлении интерактивных уведомлений. На экране блокировки, а-ля iOS, правда, с несколько более широкой функциональностью. А также продвинутые шторки, отныне совмещенные с панелью быстрых настроек. Однако спорной показалась многозадачность. Выполненная в виде отдельных карточек, совмещенных с вкладками Google Chrome, она порой превращается в кашу из запущенных приложений и страниц браузера. Хотя, возможно, стоит просто подольше с ней поработать, или вернуть все к прежнему виду с помощью настроек. Благо, такая возможность имеется. И еще пара слов о локскрине. Теперь для разблокировки телефона достаточно просто потянуть вверх. Камеры отныне активируются свайпом справа налево, а телефон, соответственно, наоборот, причем в сопутствии красивой анимации. Классной также показалась и функция булавки, которая позволяет заблокировать телефон в определенном приложении, что бывает весьма удобно, если вы кому-то отдаете смартфон и не желаете лишних путешествий по содержимому его приложений. Сама концепция системы Android 5.0 осталась прежней. Рабочий стол с иконками и виджетами, слева Google Now, причем перерисованный в стиле нового Android, ну и в остальном все, в принципе, по-старому, правда, в новом ярком и красивом облике. Ну что ж, а на этом все. С вами была еженедельная программа из мира высоких технологий Hi-Tech News. Напомню, зовут меня Сергей, и прежде чем попрощаться, скажу лишь, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании Город. Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за наш проект. Ну а вот теперь уж точно, до скорого, пока!